Сегодня мы разберем часть, которая находится между куплетом и припевом. Ее также можно назвать си-бридж, то есть это мост, который соединяет между собой две основные части. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с аккорда ля-минор. Зажимаем на первую ладу вторую струну, на вторую третью и четвертую. Нам нужно бить строго по пятой, четвертой, третьей и второй струне в правой руке. И мы на всякий случай приглушаем лишние струны. Большим пальцем сверху касаемся шестой струны, чтобы она не звучала. И указательным пальцем левой руки касаемся, подушечкой касаемся первой струны, чтобы она тоже не звучала. В правой руке нам нужно соединить вместе указательный и большой пальцы, чтобы получился вот такой крестик. Это нужно для удобства игры ударами сверху в нужном темпе. Итак, мы зажимаем аккорд ля-минор и стараемся четко ударить четыре раза по пятой, четвертой, третьей и второй струну. Следующий аккорд называется асус-два. Чтобы он получился, нужно всего лишь поднять указательный палец и принести его на первую струну, коснувшись ее, для того, чтобы опять ее приглушить. И опять сделать четыре удара по этим четырем струнам. Пятый, четвертый, третий и второй. Следующий аккорд, который называется а-5. Это квинтовый аккорд. Нам нужно оставить два пальца второй и третий на втором ладу, на четвертой и на третьей струне. А указательный палец теперь поднять немного выше, коснуться им еще и второй струны. То есть сейчас мы касаемся первую и вторую струну. Именно касаемся, а не прижимаем, для того, чтобы эти струны не звучали. Итак, касаемся двух струн, проверяем, звучат ли они. Проверяем шестую струну, чтобы она тоже не звучала. Пятая, четвертая и третья у нас звучат. И нам нужно постараться сделать четыре четких удара по пятой, четвертой и третьей струну. Следующий аккорд. Аккорд АМ7. Нам нужно поднять третий палец с третьей струны. Освободить ее, чтобы она была открытой. И дальше также мы касаемся первой и второй струны и шестой струны сверху большим пальцем, чтобы эти струны не звучали. Бьем опять четыре раза по трех струнам. Пятый, четвертый и теперь еще третий открытый. После этой фразы мы зажимаем аккорд До мажор, аккорд С, пятая, четвертая и вторая. И здесь делаем такие удары сверху. Дальше три удара. Снизу, сверху, снизу. И аккорд С, мажор. До мажор. Сверху. Остановка. Снизу, сверху, снизу. И соль мажор. Аккорд Г. Удар сверху. Дальше. Сверху, снизу. И еще раз снизу. Обратите внимание, чтобы ваш мизинец, когда вы зажимаете аккорд До мажора, играете на нем, уже был на готове, находился на третьем ладом на первой струне. Чтобы потом он мог быстро зажать эту струну в аккорде соль лазов. Если он будет находиться у вас далеко, то этот переход у вас будет смазан, и вам будет тяжело его сделать без остановок, без дыр. И еще раз ритм для этой второй фразы. После этого мы повторяем еще раз первую фразу. Вторую фразу. И в самом конце, после повтору, мы зажимаем аккорд ми мажор, пятая вторым пальцем, четвертая, и на первом ладу третья струна. И здесь проводим большим пальцем по всем шести струнам. После этого начинается припев, и припев мы играем точно так же, как играли часть 2 и 2-2. То есть мы играем основную мелодию. И после этого одного круга мы не останавливаемся, не переходим на перебор, а играем эту часть еще раз. И только после второго фраза переходим на перебор. Закончили перебор, так же мы начинаем дальше играть куплет. Также играем часть, которая называется бридж, соединяющая часть куплет и припев, которые мы разобрали сегодня. И после этого еще раз играем сам припев. То есть весь этот круг повторяется еще один раз. Мы играем, получается, припев. Потом играем еще раз куплет. Еще раз играем бридж, который сегодня разобрали. И еще раз припев. И припев отличается от части 2 и 2-2 только тем, что он играется два круга подряд. То есть основная мелодия проигрывается два круга подряд, и только после этого приходит на завершающий перебор. Послушайте оригинал, обязательно сравните, и попробуйте увидеть, где находится куплет, где находится бридж, где находится припев. И в следующем видеоуроке мы начнем уже учить соло, которое предназначено для акустической гитары в этой композиции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!